Сейчас вы услышите рассказ болгарского писателя-юмориста Хаима Бенадова, посетитель. Действие его развертывается в некоем болгарском научно-исследовательском институте. Но это комическое происшествие могло бы случиться где угодно. Мне нужен товарищ Петров. Петрова нет, он вышел. Скоро вернется? Не знаю. Вот его стол, можете посидеть, подождать. Сев за стол, на который мы указали, посетитель принялся ждать. В комнате стоял дробный перестук пишущих машинок, щелканье арифмометров. Двое-трое, склонившись над разграфленными листами, старательно выводили колонки цифр. Посетитель с любопытством наблюдал за служащими, которые трудились вовсю, создавая деловую атмосферу. Одна из машинисток, молодая темноглазая женщина с щелкой и длинными искусственными ресницами, пристально вглядывалась в лежащий перед ней текст и с трудом нащупывала нужные клавиши. Подняв голову от машинки, она спросила, «Ой, кто скажет, как нужно писать? Интенсификация или интенсификация?» «Интенсификация», — подсказал посетитель. Машинистка смущенно улыбнулась и бросила на него благодарный взгляд. Машинка опять застучала с перебоями и через некоторое время смолкла. «Ой, слово «военный» пишется через одно «н» или через два». «Через два» — с готовностью пришел на выручку посетитель, заслужив благодарную улыбку. «Ой, вы прямо орфографический словарь!» «Благодарю за комплимент», — посетитель улыбнулся и, встав с места, подошел к машинистке. «Разрешите, я буду печатать, а вы диктуйте. Все равно сижу без дела». Машинистка секунду поколебалась и, бросив опрошающий взгляд на коллег, согласилась. «Что ж, хорошо, если вам не трудно, садитесь на мое место». Посетитель сел за машинку, ловкими движениями снял исписанный лист и, вставив новый, весь превратился в слух. Еще миг, и его пальцы проворно забегали по клавишам Олимпии. Он печатал с такой бустротой, что машинистка еле успевала диктовать. Кончив, посетитель спросил, «Все? Все». Он энергично сдернул лист с валика. «Благодарю вас», — сказала машинистка, потрясенная виртуозной техникой. Пробежав письмо глазами, она села на свое место, а посетитель вернулся к столу Петрова. В комнате наступило оживление. Все сослуживцы подняли головы и с нескрываемым интересом принялись рассматривать незнакомца. «Кстати, товарищ, как ваша фамилия?» — спросила вторая машинистка, блондинка с длинными до плеч волосами. «Денчев, товарищ Денчев, ради бога, помогите. Первая по горизонтали. Наука о наследственности. Восемь букв. «Генетика», — не задумываясь, ответил посетитель. «Ге-не-ти-ка. Выходит», — обрадовалась белокурая красавица и принялась вписывать буквы в пустые клетки. Через некоторое время опять раздался их голос. «По вертикали река во Франции, четыре буквы. Сено!» — без малейшего промедления выпалил посетитель. «Да вы прямо ходячая энциклопедия!» — всплеснула руками блондинка. Рад стараться, скромно улыбнулся Денчев. Петров все не шел, но Денчев это не беспокоило. Видно, спешить ему было некуда, к тому же и обстановка явно пришлась по душе. У него было такое чувство, будто он давно знает людей, которые трудятся в этой комнате, а они тоже быстро привыкли к нему и перестали обращать внимание. Каждый занимался своим делом. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату ворвался плешивый человечек с тонкими усиками. Он подлетел к столу Петрова, но, увидев перед собой незнакомую физиономию, отпрянул. Глазки его беспокойно забегали по комнате. «Где Петров?» — вышел по делу, скоро придет. «Скоро придет? Нужно срочно перевести с немецкого один документ». «С немецкого?» — заинтересовался посетитель. «Знаете, я, пожалуй, мог бы. Вы?» — плешивый человечек метнул на него испытывающий взгляд. «Ну что ж, валяйте, вот документ. Напечатайте на хорошей бумаге в трех инцеплярах. Четко, без помарок. Это для министерства. Сейчас звонили по телефону». Дав наставление, он протянул Денчеву документ и стремительно покинул комнату. Денчев раздобыл нужную бумагу, запасы копиркой и с усердием приступил к работе. Час спустя Плешивый опять заглянул в комнату. «Ну как?» — отрывисто спросил он. «Сделано», — ответил посетитель и протянул готовый перевод. Нацепив на нос толстые роговые очки, Плешивый окинул протянутый лист критическим взглядом. Перевод был сделан безупречно, без единой помарки. «Прекрасно, молодой человек!» — не удержался от подхвалы Плешивый. «А впрочем, кто вы такой? Как ваша фамилия?» «Я жду Петрова. Моя фамилия Денчев». «Денчев!» — это, значит, рассеянно переспросил человечек и, схватив перевод, исчез. До обеда в комнату заходили еще несколько служащих. Некоторые подходили к столу Петрова и, немало не смущаясь, что перед ними сидит незнакомый человек, возлагали ему задачи. Денчев воспринимал это как нечто само собой разумеющееся. И к большому удовольствию обеих машинисток, чернявой, щелкой и красавицы-блондинки, глазом не моргнув, выполнял все поручения. Можно было подумать, будто он работает в этом учреждении целую вечность. Перед самым перерывом явился мужчина, оказавшийся главным бухгалтером Ананьевым. «Где Петров?» «Нет, его вышел». Главбух уткнулся носом в какую-то папку и пробормотал. «Видите ли, в чем дело, Петров?» «Денчев!» — поправил посетитель. «Ладно, Денчев так Денчев, не имеет значения. Видите ли, с премиями не выйдет, как вы хотите, не получается. За прошлый квартал придется урезать на 30 процентов. Займитесь». «Да, но...» — попытался было возразить Денчев, однако главбух тут же его перебил. «Никаких «но!» — это распоряжение генерального директора, и мы обязаны его выполнять. Ясно?» «Ясно», — покорно сказал посетитель, пожав плечами. Покончив с этим делом, Денчев пожелал всем приятного аппетита и со вздохом сказал. «Пожалуй, я пойду. Петров сегодня вряд ли придет». «Придет! Придет!» — в один голос воскликнули обе машинистки. «Сходите пообедать и возвращайтесь. Он непременно придет». После обеденного перерыва посетитель опять уселся на старое место. Колесо служебной машины продолжало вращаться. Денчев переводил материалы с русского языка, принимал участие в решении нового кроссворда, проявив при этом редкую эрудицию. Белокурая красавица поднесла ему чашечку бразильского кофе, кто-то угостил сигаретой. «Потом пришел плановик. Где Петров?» — сердится спросила. «Нет, его ушел по делу. С утра еще не вернулся». «Не вернулся, а сводка о работе по саратовскому методу все еще не готова. Послушайте, Денчев», — подсказал посетитель, «послушайте, Денчев, отправляйтесь-ка вы с Мерджановой в другую комнату, где меньше народу, пока не составите сводку, не перепишите ее начисто, никуда ни шагу. Вот материалы, полученные из-под ведомственных предприятий». Блондинка с длинными до плеч волосами явно была польщена. Она тут же поднялась и вышла вслед за плановиком и Денчевым, провожаемый завистливыми взглядами обладательницы Челки. К концу рабочего дня Мерджанова и Денчев отправились к плановику. «Мы сделали все возможное, но кончить работу сегодня не удалось». «Что же вы предлагаете?» — спросил плановик, помрачнев. «Придется отложить до завтра. К обеду сводка будет готова». Вечером Мерджанова и Денчев смотрели Ромео и Джульетту. А на другой день с утра Денчев явился в учреждение, и они углубились в бумаги. К обеду готовая сводка, прошнурованная в красивой папке, была торжественно вручена плановику, и тот пообещал за хорошую работу выхлопотать отгул. Через два дня Петров явился на работу и, как ни в чем не бывало, уселся на свое место. Войдя в комнату, Денчев направился прямо к нему. «Простите, вы Петров?» Петров поднял глаза от бумаг и сказал «Да». А в чем, собственно, дело? Лицо посетителя просияло. Он потряс протянутую руку и вытащил из портфеля большую папку. «Видите ли, товарищ Петров, научно-исследовательский институт, где я работаю, поручил мне провести обследование, как работники вашего учреждения уплотняют свое рабочее время. Обследование анонимное, так что можете быть спокойны на этот счет». «Вы пришли как нельзя более кстати», – оживился Петров. «У меня накопилась масса личных впечатлений о том, как в некоторых учреждениях наплевательски относятся к тому, что посетители зря теряют ценное время. Я сам три дня обивал пороги таможни и всевозможных финансовых учреждений. Никак не выручу машину, купленную по случаю за границей. Хорошо еще коллектив у нас дружный. Товарищ помогает по мере возможности, а то бы совсем зашился. Дел не в проворот». Посетитель слушал его с улыбкой. Петров вдруг спохватился. «Что же это я даже сесть не предложил? А может быть, лучше выйдем, чтобы никому не мешать?» «Мержарова», – обратился он к белокурой машинистке, «я выхожу. Спросят, скажите, что скоро вернусь». Петров взял посетителя под руку, «И они вышли». «И они вышли». Рассказ болгарского писателя-юмориста Хаима Бенадова «Посетитель» читал народный артист РСФСР Евгений Вестник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова